На нём лёд плохой. Поэтому для родителей каждая игра дворовой команды – волнительное событие. Переживают, как бы дети не покалечились на опасной арене. Взрослые и так своими силами отремонтировали здесь раздевалку и поставили хоккейную коробку. Но готовиться к соревнованиям тут всё равно невозможно. Вот и приходится сборной синих камней кататься на чужом льду. В этом году мы катались в других таких же кортах, в других районах города. На таких кортах в других районах города. Это, конечно, очень тяжело. Очень тяжело. Ездить детям, возить родителям, вырываться с работы. Потому что там нам время дают неудобное. У них свои дети есть. Желание играть и побеждать в юных спортсменах сильно настолько, что команда уже 7 лет не сходит с пьедестала почёта городского турнира «Золотая шайба». Правда, в этом году медали могут стать последними. Ремонтировать разрушающийся корт родителям уже не на что. А подвал, где находится раздевалка, забирает ТСЖ дома. Команду пока не выгоняют, но за воду и свет хоккеистам теперь придётся платить самим. Впрочем, районные чиновники наконец-то решили сделать ход коньком. Планируют восстановить спортплощадку. Стоит эта площадка в ремонте. Будет предусмотрено выравнивание поверхности этой площадки с земли, потому что там имеют место очень крупные уклоны. И также в этом году предусмотрена частичная замена борта на этой площадке, там, где подгнила доска. Ремонт, говорят, начнётся уже летом. И уже следующий сезон молодая команда надеется открыть на своём льду. Валерия Алфёрова, Ярослав Прохоров. Новости 41-го канала. Мы продолжаем в эфире ЕТВ программа «Сумма мнений». Кто, как, за чей счёт должен поддерживать в порядке дворовые корты. Будем разбираться прямо сейчас в прямом эфире. 3-7-6-4-5-8-8. Телефон нашей студии. Подключайтесь к нашему разговору. Я представляю наших гостей. Григорий Горяев, отец юного хоккеиста. Здравствуйте. Михаил Лебедев, ещё один папа юного хоккеиста. Игорь Александрович Никифоров, заместитель директора службы заказчика Октябрьского района. Здравствуйте. И Вячеслав Деменьшин, председатель Федерации хоккея Свердловской области. Здравствуйте. Ну вот, чтобы понять предысторию вот этого вопроса, сейчас, я знаю, вы написали петицию, собираете под ней подписи. Она будет отправлена куда? Вот вплоть до президента и... Вплоть до президента. Что требуете? Что требуем? Мы не требуем, мы просим. Мы просим, чтобы у нас поставили коробку, которая бы могла, то есть проводить турниры на этой коробке. Могли проводить. В данный момент эта коробка у нас размерами 22 на 47, что нам запрещает проводить турниры на этом льду. И, соответственно, также... То есть это требования к Федерации, чтобы она отвечала требования к Федерации? Нет, это мы требования идём к администрации города, то есть Октябрьского района, вот в эту, как бы, в первую очередь. Ну и, соответственно, раздевалки, чтобы у детей были доступны для комфортного переодевания. Мы не просим душевых там, как бы, туалетов и всё прочее, чтобы... Сейчас, в принципе, заниматься там можно и... Заниматься сейчас, в принципе, там нельзя. Так, потому что уже льда там нет. Изначально этот корт появился благодаря инициативе, средствам неравнодушной позиции самих родителей. Что изменилось? Почему родители сперва вкладывали, а потом... Изначально этот корт был на синих камнях на Байкальской 52. То есть раз корт был, пускай он никакой, когда детки наши были ещё по 6-7 лет, то есть мы начали... То есть инициатива также из родителей, кто-то занимался хоккеем, поставили детей на лёд, то есть на коньки начали ставить. Соответственно, то есть первый год мы ставили на коньки, набрали команду. На следующий год мы уже заявились на городскую золотую шайбу, на которой мы в первый же год и получили первое место в городе. Соответственно, родители начали тянуться. Игроков у нас в команде достаточно было 4 пятёрки, наверное, на тот момент. На сегодняшний день у нас эти пятёрки уже разъехались по другим клубам. Соответственно, у нас просто на наших детей из дворовых команд он идёт. У нас ушли и в «Спартаковец», то есть в «Автомобилист», и в «Юность». Некоторые даже уехали в другие города, то есть играют уже... Григорий, возвращаясь к Вашим просьбам и петициям, почему сразу к президенту, почему к Игорю Александровичу, почему не пришли, ну вот куда-то рядышком, начиная? Потому что мы уже оббили эти пороги все, вплоть от администрации города до Октябрьского района. Также раньше занимался спортсервис этим кортом и этим помещением. То есть нам обещали каждый год. В этом на следующий год у вас будет. На следующий год у вас будут. Соответственно, годы за годами детки растут. Сейчас у них уже возраст переходящий 13-14. То есть если у нас не будет корта, не будет команды, то дети пойдут по миру. То есть пойдут по подъездам на наркотики и алкоголь. Зрители на сайте спрашивают, выделяются ли деньги на ремонт дворовых площадок администрации города или районными администрациями, есть ли такая статья в бюджете. И, Игорь Александрович, были целевые программы, ну вот знаменитая программа «Тысяча дворов», о которой много говорили, она ведь тоже предполагает какое-то благоустройство. Есть ли какие-то целевые программы, куда можно попасть и вот эту площадку, этот двор каким-то образом туда пролоббировать? В 2014 году МКУ служба заказчика передано 26 спортивных площадок Октябрьского района для обслуживания и содержания данных площадок. Выделены бюджетные средства. В обслуживание входят летняя уборка спортивных площадок, зимняя заливка и уборка от снега зимних площадок. Также частичный ремонт спортивных площадок. Ну вот в эту программу можно было? Или этого недостаточно? Или этих средств просто недостаточно? Этих средств недостаточно, так как 26 площадок, соответственно. На 2015 год планируется выравнивание грунта и частичная замена сгнивших бортов, бортовой доски. Что касается мечты, чаяний про помещения для переодевания и прочее, это где-то уже в последующие. Понимаете, подвал нам не передан в оперативное управление. Подвал сейчас передан территориальному общественному самоуправлению. Возглавляет его Мартышко Владимир Иосифович. По согласованию с ним они могут сейчас занять данные комнаты, но данные комнаты нужно приводить в порядок. Мы подготовили графику к сегодняшнему разговору. Сколько вообще в городе площадок, где можно кататься на коньках, где можно играть в хоккей, вот таких дворовых кортов. 10 в Родженикидзовском, 4 в Железнодорожном, 6 в Верхосецком и так далее. Хочется понять, вот эти цифры, это много или мало? Можно я вопрос еще один задам? Как сказали, 26 площадок по городу, где выделяются деньги на ремонт. Какие это именно 26 площадок, где есть командные? Это не по городу, это по району. Это все плоскостные сооружения. То есть где заливаются? Это не только корты. Заливаются хоккейные корты в этом году. Это на Байкальской, Саженской, Главная и на Мичурино. На Байкальской, скажу вам, Саженской, заливается не заливка, это так-то смех. Понимаете, не понимаете, но в феврале, когда мы зашли, когда свет подключили, что-то сделали в начале февраля, мы пришли, там просто камни торчали из-за льда. Мы их выбивали, сами заделывали опять же. Смысл в чем? Поэтому мы и запланировали выравнивание данного корта. Мы не были готовы и не планировали эти деньги на 2014 год. На 2015 мы эти деньги запланировали и приведем его в соответствие, как оно должно быть. То есть в новом сезоне площадок, хотя бы льда, отвечающего требованиям, будет больше в районе? Да, конечно. И то, что касается электроэнергии, которую якобы они оплачивают, также выделяются деньги на освещение кортов, которые МКУ службы заказчика оплачивает. Когда начали оплачивать? Только в феврале? В тот момент, подождите, я вам скажу одно, что оплачивать начали с того момента, как передали данные площадки в оперативное управление. Вы знаете, где находится счетчик, где включается питание на данные столбы. Так как у вас в подвале никто не находился и этот подвал никому не принадлежал, никто не имел права включать, ну, не включали данные электроэнергию на корт. То есть подачи электроэнергии в подвал-то вообще не было до того момента? Была. До февраля? Всегда была. То есть всегда была, мы только пришли... Да, она включена была на подвал, потому что подвал нам, за подвал мы не имеем права оплачивать. Только за электроэнергию, которая подается... Вот это уже такие частности. Хочется спросить, Вячеслава, дворовый спорт, в принципе, представляет интерес для профессионалов и для Федерации хоккей. Какие вы делаете ставки на дворовый спорт, на дворовые корты? Они могут вырастить смену, они вам интересны? Вот можно, во-первых, показать... Еще раз эту графику? Давайте еще раз. Вот смотрите, какая красивая картинка вроде бы, да? Да, но реально у нас живых, живых вот таких вот, например, как «Синие камни» всего 10. Вот в Рождественском 10 нарисовано, у нас на сегодняшний день... По городу 10. По городу 10, да, вот. И, к сожалению, в Рождественском я в этом году вообще не участвовал. Хотя... Ну, это давно из официальных сайтов. Значит, я вот спрашиваете про хоккейную, там рассказываю, что там есть, я знаю, там есть ровесники, есть ледо, там ребята я хорошо знаю, кто занимается, но у них нет даже возможности посоревноваться. Не знаю почему, хотя вот они сейчас проводят там турниры, я поеду 7-го числа, закрытие сезона, у них будет. Вот, и можно так по каждому Чкаловскому у нас, значит, Фотон, да, не Фотон, этот, участвует у нас Автомобилист, участвует у нас Исток и Фотон в железнодорожном, да? Есть там Дружба и ТЭП, почему-то в этом году они не играют, хорошие, как раз, вот, хорошие очень у них корты, как раз по программе вот этот вот... Ну, то есть вы действительно знаете все эти команды? Я мало того знаю все команды, я знаю всех тренеров, ну, по крайней мере, тренеры, вот этой команды я тоже знаю, его, к сожалению, здесь нет, это Александр Киприянов, значит, когда он в 10-м году, по-моему, начал организовывать, я не слышал, чтобы у нас такая команда была, ее не было, в принципе. Вот он пришел, Вячеслав Павлович, вот я открываю, а он занимался на Спартаковцем, по-младшему, я его знаю хорошо, вот вместе с ним мы, значит, обратились на Спартаковец на юности, собрали вот форму, которой ребята вырастают, дали, вот, ну, вы, наверное, эту форму видели, ваши дети ее как-то получили, потом, ну, конечно, молодцы мужики сами, они своих детей, грубо говоря, сами заливали, сами... И, в принципе, у нас золотая шайба, это и держится на таких энтузиастах, потому что реально никто зарплату им платить не будет, в принципе, это было и в Советском Союзе, ну, вот мой отец конкретно занимался, наверное, золотой шайбой, я у него играл, потом я ушел на юность, потом попал в команду мастеров, поэтому и золотой шайбы-то вот, только что, ребята сказали... Ну, то есть, действительно, выдающиеся, будущие легенды, чемпионы, все они могут быть потворены. Они ответили на ваш вопрос, у них ребят уже забрали куда? В автомобилис, уехали в другие города, то есть, если мальчишка интересный и талантливый, его сразу заметят, ему дали шанс играть, его заберут и увезут, и будут учить, и предоставят ему и дворец, и лед, и форму выдадут, и клюшку дадут, у него все будет, но, чтобы... Но для него в 6 лет, когда ему 6, у него должна быть площадка во дворе. Естественно, вот об этом мы и говорим, об этом мы и мечтаем, и для этого вот сейчас служба заказчика будет работать, чтобы у нас... И у меня единственное, обращаясь, вот я не только к вам, а и в администрацию, давайте в первую очередь все-таки заливать там, где есть хоккей, потому что там, где есть хоккей, эти площадки будут, а, под присмотром, б, там не будет, там, ни наркоманов, никого, ухоженные, там будут заниматься дети, из них вырастут. А когда мы просто для галочки, вот там 10, там 4, там 6, там 5, к сожалению, если реально проехать, то, наверное, гораздо меньше будет, к сожалению. Вы, как федерация, вы можете как-то лоббировать, помогать решать хозяйственные вопросы, не только формой снабдения команды, а... Значит, мы, вот что такое федерация, это общественная организация, меня никто не финансирует, меня не финансирует ни бюджет, там никто, я живу, так скажем, на деньги спонсоров и привлеченные средства, которые я сам лично зарабатываю, для федерации нахожу. Хорошо, деньги спонсоров могут дворовые корты привлекать. Вот, вы хоть раз нашли хоть одного в спонсорах, вы попробуйте, найдите, вот мужики, наверное, находили, они залывались. Это очень сложно сейчас в нашей экономической ситуации найти там богатого дяди, который просто так отдаст денег. Причем мы собираем, вот в этом году у нас привлечены, ну, знаете, наверное, да, такой локомотив, есть такая школа, Паша Датюк, между прочим, Леша Булатом, совместно с федерацией, 10 комплектов формы плюс ротарскую передали им. Потом, вот, неоплан сейчас шеф-то какое-то берет, слава богу, вот это, которая команда выиграла у нас в дворец спорта. Они клюшки предоставили как раз в Чикаловском районе истоку. Да, это немножко, но все равно это хоть что-то, это люди, которые берут свое и отдают просто. Таких людей, к сожалению, не очень много. Ну вот, в данном случае, ну, я думаю, что люди и привлекают. Ну, в первую очередь, они своим трудом и своим желанием и своими средствами даже вкладываются в это. Спасибо. Больше всего это, конечно, так и есть. Ну, сами делаем все. Конечно, это как бы очень сложно, да. Мы, когда ездили на область позапрошлый год, мы привлекали, то есть находили спонсоров. Один из спонсоров у нас был Запсибкомбанк, который выделял нам тоже средства безвозмездно, на который мы часть где-то купили детям, которые выросли в форму, что-то, и где-то оплачивали транспорт. Потому что по области мотаться и транспорт – это очень большие расходы. То есть съездить, допустим, до той же Калии, Северо-Уральск, автобус выходился что-то в 1040-1045. Я сейчас могу ошибаться, конечно. То есть любая поездка, это, грубо говоря, ниже 7 тысяч, до той же самой Рижали и Ривды съездить, ну и выше, соответственно, все расстояние. Сегодня команда, хоккейная команда «Синие камни» – это сколько людей, с какого возраста? Значит, на сегодняшний день команда, то есть возраст, возрастная группа 2000-2002, то есть, ну, она сборная такая у нас на сегодняшний день, потому что в этом году идет золотая шайба 2000-2001. Соответственно, у нас дети играют 2002 года за этот возраст, так как они играют за 2000-2001. За 2000-2001 возраст у нас осталось 2 человека. То есть все, которые были 99-го, 98-го, они, соответственно, ушли по другим клубам. Это уже взрослые ребята. С какого возраста ребенок должен, ну, когда нужно встать на лед? На лед чем раньше, тем лучше. То есть ребенка поставить. Ну, в спортивную школу берут детей с трех. Наш мой встал в 6 лет. Это старший. Сейчас нужно ставить ребенка на коньки. В 5-6 лет уже ребенка нужно научить. Чтобы играть в хоккей, надо сначала кататься на коньках научиться. В 5-6 лет нужно научиться кататься на коньках. Если в это время упущено, там дальше будет уже сложнее. То есть 7 лет ребенок уже должен четко кататься на коньках, уметь делать основные движения. И тогда его можно уже, если тренер есть, тогда дать клюшечку, и он научится играть в хоккей. Во сколько, как Ваша история сложилась с хоккеем? Во сколько лет встали? И сегодня успехи какие? В 1-м классе. В 1-м классе. В 1-м классе также курт организовали. Узнал, что есть команда. Пришел, отдал и все. Научили кататься, играть и так далее. Ну, в 2002 у меня года. Есть вариант, все-таки не дворовый спорт, а пойти к профессионалам, вот в эти детские школы, детские клубы, вот в эти ответвления? Или это дороже, сложнее? Ну, и в общем... Это, во-первых, не в шаговой доступности. Это первое, что ребенок уже надо транспорт, то есть или самостоятельно на транспорте будет ездить, что это опасно. Или, значит, все-таки одному из родителей, ну, по крайней мере, не работать, чтобы с ребенком заниматься и возить. Это раз. Во-вторых, это все-таки спортшкола, там другие требования идут, хотя, в принципе, этим требованиям и наши ребятки не уступают. Это второе. Ну, в первую очередь, это все-таки шаговая доступность. Можно я поясню по профессиональным, потому что я это... Ну, то есть, если сравнивать дворовый с профессиональный... Дело в том, чтобы заниматься с ребенком профессионально в современное время, нужно, чтобы мама или папа не работали. Не работали, потому что его нужно возить вместе с формой. А первая тренировка может быть в 6 утра и так будет в 7 утра. Ладно бы в 6 утра, он там свозил, потом ушел на работу. Она может быть для начала в 12, в час, то есть там мамы в основном, или там папа, или берут отгулы. То есть, это тренировки еженедельные, то есть это практически кто-то из родителей должен посвятить уже в этом возрасте ребенка. К сожалению, время... И не факт, что он станет профессионалом. Время подходит к концу. Есть надежда, что с хоккейной командой «Синие камни» все будет хорошо, и судьба ее служит счастливо, и корт будет в достойном состоянии находиться? Я думаю, этот вопрос как раз как хозяина корта. Хотелось бы, да, только не частичный ремонт все-таки. Потому что частичный ремонт, я считаю, так, что это просто выброс денег. Ну, деньги потратите, толку от этого не будет. Надо сделать нормальную коробку просто и все сразу же. Реально как-то перерасределить? Для проведения турниров. Ни о чем. Все, буквально два слова, последнее, к сожалению, время заканчивается. Все, мы посчитаем и сделаем все возможное, чтобы данной хоккейной команде помочь. И корту этому тоже спасибо. И корту, конечно. Буквально еще можно тоже, вот на «Синие камнях». Понятно, что хоккейный клуб «Синие камни», но там вообще спорта нет. И вот хотелось бы обратиться к правительству, не знаю, области или кому-то еще. Вы как-то давайте организовать не только хоккейный клуб, но все-таки, чтобы были какие-то другие виды спорта. Спасибо большое, что нашли время. Спасибо большое, что пришли к нам в студию. Наша музыкальная ведущая Елена Сальник в минувшую субботу попрощалась с легендарной уральской рок-группой Агата Кристи. Репортаж поставит музыкальную точку в нашем сегодняшнем эфире. У меня на этом все. Увидимся. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok